Здравствуйте! Это новости Татарстана. В студии Султан Нугабеков и о главных событиях к этому часу. Ровно год от закладки первого камня до открытия. Премьер Алексей Писошин и начальник Генштаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов открыли сегодня в Казани новый военный госпиталь. Это передовой медицинский центр, в котором смогут лечиться не только военные, но и гражданские. Здание возвели ровно за 365 дней. Рядом и РКБ, и ДРКБ. Так здесь сформировался целый медицинский кластер. На открытии передового центра побывал Рамиль Шайдулин. Военные Минобороны и строители Татарстана ровно за год возвели и сдали под ключ новый военный госпиталь Казани. Он рассчитан на 150 мест и уже сегодня готов принять первых пациентов. Госпиталь возвели в рекордно короткие сроки, опережающими темпами. В нем есть все условия для оказания экстренно специализированной медицинской помощи военнослужащим, военным пенсионерам, а также другим категориям граждан, имеющим право на получение медицинской помощи в военных лечебных учреждениях Министерства обороны России. Первый камень в основании госпиталя заложили в августе прошлого года. Место выбрано не случайно. Рядом с РКБ и ДРКБ он формирует целый медицинский квартал здравоохранения. Сегодня Алексей Писошин благодарит министра обороны Сергея Шайгу за выбор Казани. Слово берет первый заместитель министра обороны, наш земляк, герой России Валерий Герасимов. Конечно, ввод в строй госпиталя кардинально улучшит вопросы медицинского обеспечения в Казанском гарнизоне. Хочется выразить благодарность строителям, которые за рекордно короткий срок, фактически за год, даже меньше, возвели эти все здания и сооружения. Надо сказать, что в ходе строительства применены уникальные технологии, и госпиталь оснащен передовым лечебно-диагностическим оборудованием. Госпиталь состоит из четырех корпусов – лечебного, диагностического, административного и отдельно инфекционного. Алексею Писошину и Валерию Герасимову показывают каждый из них. Расположение пациентов либо трехместное, либо двухместное, либо одноместное. В лечебном корпусе есть операционное, хирургическое, терапевтическое, неврологическое и кожно-венерологическое отделение. Уже установлено современное оборудование как для лечения, так и реабилитации. Госпиталь и вправду выделяет то, что он укомплектован на совесть, ведь здесь есть такое оборудование, которое вы не встретите даже в передовых медицинских центрах. Например, вот эта кислородная барокамера – единственная в республике. В госпитале есть и поликлиника на 250 посещений в смену. Здесь пациенты будут получать амбулаторное лечение. При необходимости врачи направят в стационар. Вы можете посмотреть, что здесь есть все необходимое лечебно-диагностическое оборудование, а также манипуляционное, которое позволяет одновременно двум-трем бригадам хирургов осуществлять медицинскую помощь как на конечностях, так и на собственной теле, либо голове. Здесь же есть все возможности и для оказания экстренной медпомощи. В случае аварий и катастроф пациентов смогут доставлять авиатранспортом. Будет вертолетная площадка. Учреждение интегрировано в систему службы медицины катастроф. Такой формат военных госпиталей на 150 мест в дальнейшем станет типовым по всей стране. Рамиль Шайдуль, Натальмин Дубаев, ТНВ, Казань. 40 самолетов Ту-214, которые будут собираться в Казани, поставят Аэрофлоту. Сегодня на полях Восточного экономического форума подписали соглашение корпорации Ростех и Аэрофлот. Оно предусматривает поставку в лизинг 339 воздушных судов российского производства. Кроме казанских Ту, авиакомпания получит МС-21 и Суперджет Нью. Первые контракты заключат уже в этом году. 7 самолетов Ту-214 начнут поставлять с 2024-го. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Это действительно рекордно, потому что таких соглашений еще мы не помним, что подписывалось сразу. Это более триллиона рублей, более трехсот авиационных судов. Я считаю, что это фундаментальный залог той успешной программы, которая должна быть реализована нашим авиационно-строительным гигантом, который должен выполнить эти производственные планы. Сегодня в Татарстане сразу в двух районах сменились главы. В Рыбной Слободе полномочия сложил Ильдар Тазуддинов. В Черемшане Фердинат Давлетшин. Их отставки приняли на районных сессиях. В них принял участие руководитель администрации президента Азгат Сафаров. Кто пришел на смену и какие задачи стоят перед новым руководством, Рамиль Галиулин о новой главе в жизни районов. Утро для депутатов местного совета началось с принятия стратегического решения. На повестке кадровый вопрос. Глава района Ильдар Тазуддинов покидает свой пост по собственному желанию. Совет освободил его от должности единогласно. За заслуги Азгат Сафаров наградил Ильдара Тазуддинова медалью за доблестный труд. Ильдар Тазуддинов уходит на новую должность. Заместителем генерального директора особой экономической зоны Алабуга. Эта работа для него знакома. До перехода в Рыбно-Слободский район в 2018 году он трудился здесь же. У Ильдара Шиповича опыт руководящей работы как в особой экономической зоне Алабуга, так и в должности главы муниципального образования. Сегодня востребован для решения вот этих главных приоритетных задач в особой экономической зоне. Вы вместе с ним работали более четырех лет в одной команде. И за этот период благодаря вашей дружной совместной работе были успешно решены многие вопросы, связанные с развитием района. И мы видим заметные результаты и в экономике, и в социальной сфере. За пять лет район почти в полтора раза увеличил показатели по сбору зерновых. Построено и отремонтировано 94 социальных объекта. Удалось решить давнюю проблему с очистными сооружениями. 30 лет не было очистных. Да, конечно, большая вода терпела, но тем не менее, вот этот вопрос тоже сняли. Начали строить с вами станцию очистки воды. Большая проблема была в Рыбной Слободе по воде. Как только май начинается, до сентября мы с вами на квартирных домах, на втором этаже не было воды. Сейчас эти проблемы сняли. Как отметили в последние годы, социально-экономические показатели района показывают положительную динамику. К примеру, в 2018 году Рыбная Слобода была одним из аутсайдеров и занимала 44 место. В прошлом году район был хуже 25-м. Изменения последних лет оценили и жители района. Район поменялся очень хорошо. Везде настроение хорошее. Везде дороги. Центры у нас очень красивые. В сельских населениях дороги очень хорошие. Во всех деревнях почти вода, газ. Ильдар Тазуддинова сменил 43-летний Радик Ислямов. Родом из соседнего Чистопольского района. Вся биография связана с родным предприятием Квеста, где он был гендиректором. Большая честь и огромная ответственность. Я знаю, убежден, что народ Рыбной Слободцы очень волевые, трудолюбивые. Перед нами очень много задач. Вместе одной большой должной командой мы все это исполним обязательно. Я для этого сделаю все, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие. На срочном прекращении полномочий главы Черемшанского муниципального района. Кто за данные предложения, прошу голосовать. Аналогичным день выдался и в Черемшане. Здесь в отставку ушел Фердинат Давлетшин, который возглавлял район с 2014 года. Он один из аксакалов муниципальной службы. До Черемшана Фердинат Давлетшин руководил Алькиевским районом. В общей сложности 23 года на посту главы. На самом деле, столько лет и там, и здесь, во благо нашей республики, я считаю, что это огромное доверие. И мы пытались его, во всяком случае, оправдать с теми, кто в этом зале. Теперь Фердинат Давлетшин переходит работать в Совет муниципальных образований Татарстана. Его сменщиком стал не чужой для Черемшана Рамиль Айбатов. Последние 10 лет он возглавлял местное автотранспортное предприятие. Кроме того, прошел профессиональную подготовку по программе резерва управленческих кадров президента Татарстана. Район для меня родной. Со многими из вас присутствующих в зале мы уже знакомы. А с кем не успел познакомиться, мы обязательно познакомимся в процессе дальнейшей совместной работы. Надеюсь, будем работать как единая команда. В последние годы Черемшанский район стал одним из лидеров нефтяной промышленности. Местными компаниями добыто почти 4 миллиона тонн нефти. Это 12% от общего объема в республике. Удалось выправить дела в сфере земледелия. Выручка таких компаний выросла в 4,5 раза. Возвращены в оборот ранее необрабатываемые сельхозземли. Главное сейчас сохранить вектор развития, отметил Лазгат Сафаров. Очень важно, чтобы новый руководитель не только сохранил вот эти вот высокие показатели, но и добывался новых результатов, новых вершин. Как мы говорим в социально-экономическом развитии районного благо населения. Потенциал у районов большой. Один аграрный, другой нефтяной. И задача взять новые позиции в республиканском рейтинге. Рамиль Галиулин, Чулпан Касимова, Данил Филатов и Вадим Аларионов. ТНВ, Рыбнослободские и Черемшанские районы. Сегодня в Альметьевском районе прошло выездное заседание Республиканской комиссии по безопасности дорожного движения. Провести внеочередную встречу ранее поручила Рустам Мениханов. Как отметил президент, в Татарстане выросло число смертельных случаев в дорожных авариях. И необходимо проанализировать все причины. Как сегодня разобрали специалисты, это и езда в пьяном виде, и несоблюдение скоростного режима, и неопытность водителей, и плохое состояние дорог. У двух десятков муниципалитетов республики до сих пор не заключены контракты на зимнее содержание дорог. Почему так получилось, как собираются решать эти и другие проблемы, узнал Дмитрий Аринин. 7 января в Альметьевском районе в один день произошло сразу два похожих смертельных ДТП. На трассе Казань-Иренбург две рековушки вылетели навстречу и врезались в другие машины. В одной аварии погибли 4 человека, в другой 2. Эти и другие случаи сегодня разбирали на выездном из седаний комиссии по безопасности дорожного движения. Мы постоянно актуализируем рейтинг отошкол, анализируем, какие выпускники отошкол попадаются. Произъясняют, что в холодный зимний период, лицам которых опыта большого нет, лучше остаться дома и, по крайней мере, на трассе среди на федеральном не выезжать. И тут вопрос о крайности и все остальное опыта нет. Альметьевский ДТП, начало этого года, где там погибло несколько человек, молодая девушка. Каждый был минимальный, выехал на встречку в кругу. С начала этого года в Татарстане произошло более 2000 аварий, в которых погибли 199 человек. Рост ДТП отмечен на дорогах федерального и особенно местного значения на 18%. Как сегодня отметили в Минтрансе, два десятка муниципалитетов до сих пор не закучили контракты на зимнее содержание дорог, в их числе Болтаси, Кайбицы, Лаишева, Тюличи. То есть на четвертый квартал уже действий контракта нет. Поэтому на это внимание обращаем. И, Фарид Нударевич, я прошу прощения, все-таки давайте разберемся, почему нет контракта на зимнее содержание дорог у этих муниципальных образований. Что? В чем проблема? Конкурс не провели, деньги не довели, просто не доработали. Внятного ответа на эти вопросы сегодня не прозвучало. Районным властям поручено во всем разобраться. Уважаемые главы, вот вопрос, задайте, спросите, почему. Вот опыт Альметьевска здесь положительный. Нужно заключать трехгодичные контракты, коллеги. Трехгодичные. И такая возможность сейчас есть. Нужно усовершенствовать и всю дорожную инфраструктуру. Это и разметка, искусственные неровности и светофоры. Решили мы все-таки на пластиковую разметку перейти полностью по основным магистралям. И работу проводим. Благодарю тоже РГУБДД. Вот два, наконец, светофора появилось. Сейчас так нефть обсуждаем развитие этого направления. Остается много вопросов и к самим водителям. По итогу наседания в ГИБДД заявили, усилят контроль. Основные задачи это работа комиссии по безопасности дорожного движения. Это работа по аварийности, связанная с выездом на полустречное движение. Нетрезвых водителей. Чтобы наши водители пристеглись к ремням безопасности. Ревкат Мениханов предложил подумать и о более кардинальной мере. Ограничении скоростного режима. Все, что мы говорим, это единичные меры. А нужно кардинальную ситуацию менять. Только уменьшится основное движение. Ревкат Мениханов предлагает в городах вернуть скорость 40 км в час, а на трассах ограничить до 70. По итогам неочередного заседания будут приняты конкретные решения и меры по снижению аварийности. Как заявил Шамиль Гафаров, все задачи, которые перед нами ставит руководство республики, будут выполнены. В Казани прошел согласованный митинг в поддержку вооруженных сил России и спецоперации на Украине. В Парке Победы у памятника воинам-интернационалистам собрались представители партии коммунисты России, ЛДПР, а также патриотических общественных организаций. Так они поддержали тех, кто сейчас участвует в специальной военной операции. Здесь же на митинге прозвучала инициатива создать комитет по поддержке СВО. С чем это связано, спросила Алия Хайрудинова. В Парке Победы сегодня большинство с флагами и плакатами, митинг в поддержку вооруженных сил России и союзных сил ЛНР и ДНР, а также специальной военной операции на территории Украины. Здесь собрались порядка 200 человек, представители партии, их сторонники, союз ветеранов, десантников, пограничников, афганцев. Мы полностью поддерживаем эту специальную военную операцию, чтобы люди жили спокойно, наслаждались своей жизнью, учились везде, работали, трудились. Цель митинга – оказать поддержку воинам, защищающих мир на Украине, защиту армии России от информационных провокаций, привлечь внимание общества к борьбе с нацизмом и сплотиться в вопросах гуманитарной поддержки участников спецоперации. Как любые наслужащие, ветераны военно-морского флота, хотим выразить свою поддержку тем ребятам, которые выполняют ответственную задачу на территории Украины. Несут и потери, добиваются каких-то успехов, и поэтому они должны знать, что простое население, люди всегда их поддерживают. И выражают им свою благодарность за то большое дело, которое они выполняют для всей России. Мы знаем из телевидения, когда выступают наши в поддержку участников боевых действий, и когда они знают, воюя с украинскими националистами, что их поддерживают, их любят, ими дорожат, гордятся. Мы не можем остаться в стороне от того, что сейчас происходит специальная военная операция, то есть мы ее поддерживаем со своей стороны, как можем. Участники митинга сегодня выступили с инициативой создания комитета по поддержке СВО. С таким предложением они хотят обратиться к органам госвласти. Мы предложение, чтобы объединили все общественные организации, политические партии, кто хочет в этом участвовать. Мы это обращаемся и будем обращаться к президенту в нашей резолюции. По мнению участников митинга, комитет сможет координировать общественные силы для скорейшего выполнения задач и достижения цели СВО на Украине. Главное, говорят они, восстановление мирной жизни на освобожденных от фашизма территориях. В Татарстане подорожала земля. Катастрофа цена некоторых участков выросла в 70 раз. С чем связана массовая переоценка и где участки, наоборот, стали дешевле, читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня вечером в Казани торжественно открыли 18-й международный фестиваль мусульманского кино. Напомним, он проходит при поддержке президента Татарстана, Министерства культуры и Духовного управления мусульман. На этот раз в конкурсной программе 50 фильмов из 9 стран, в том числе Турции, Индии, Ирана и Бангладеш. Кто прошел по знаменитой красной дорожке, расскажет Юлия Гоголева. Первые гости фестиваля мусульманского кино начали прибывать сюда, в Казанской ратуши, еще в 6 часов вечера, а их поклонники и журналисты гораздо раньше. Надо сказать, что несмотря на прохладную и пасмурную погоду, настроение здесь у всех праздничное, а наряды у актеров и режиссеров соответствуют торжественной обстановке. Незадолго до церемонии открытия фестиваля мы пообщались с некоторыми зрителями, поклонниками мусульманского кино. И давайте послушаем отрывки из этого интервью. Мне нравится, что фильмы очень гуманные. Я каждый год стараюсь прийти на открытие и смотреть фильмы. Просто нравится, что оно наше, казанское, татарстанское. Обожаю кино, обожаю артистов с юных лет. Слежу, смотрю, радуюсь. Хочу, чтобы наше мусульманское кино развивалось. Я думаю, что этот кинофестиваль открывает совершенно новые горизонты для нашей страны, для нашей республики. Потому что, мы же знаем, в этом году немножко мир изменился, да, и некоторые страны, которые были дружественными, контакты с ними прекратились. 18-й Казанский международный фестиваль мусульманского кино имеет полное право продемонстрировать в мировой общественности доброе мусульманское лицо. Торжественную церемонию открытия фестиваля мусульманского кино доверили открыть российской актрисе Алисе Судзеловской. На церемонию также был приглашен председатель госсовета Фарид Мухаммедшин. Он поприветствовал гостей фестиваля от имени президента Татарстана. С каждым годом наш фестиваль, чей девиз гласит «К диалогу культуры через культуру диалога». Уверенно завоевывает сердца кинозрителей, укрепляет свои позиции авторитет не только в России, но и во всем мире. Отравлено, что кинематографисты из разных стран, посетившие Казань, возвращаются к нам снова, чтобы представить свои новые фильмы. Среди гостей фестиваля сегодня множество известных лиц. Народный артист России Владимир Хатиненко со своей супругой, актрисой Елена Ксенофонтова. Приехал также к кинорежиссеру и сценаристу Тимур Гарафудзинов. Он родом из Татарстана. Свои работы на этот раз привезли режиссеры из Блангладеш, Турции, Ирана, всего 8 стран-участников. Татарстан представляет режиссер Айнас Мухаммедзянов с полным метром, но шумевшим фильмом «Ибн Фадлан». В этом году мы продолжаем традицию проведения обширной деловой площадки. То есть кроме показов фильмов, мы стараемся сделать так, чтобы кинематографисты с разных стран общались между собой, создавали связи и делали ко-продукцию. Сама конкурсная программа начнется завтра и продлится до 10 сентября. Членам жюри предстоит отсмотреть 50 работ по 10 в каждой номинации. О каждом фильме мы подробно будем рассказывать в наших репортажах. Юлия Гоглева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Почему родители детсадовцев не выбирают родной язык? Почему в детских садах не создается необходимая языковая среда? Есть ли возможности для обучения на родном языке для представителей всех народов, проживающих в Татарстане? Эти вопросы стали главными на выездном заседании комиссии при президенте Татарстана во главе с Маратом Ахметовым. Оно прошло в Буинске. Не обошлось без критики и постановки новых задач. Сирина Сахапова расскажет в деталях. В селе Исакова почти все читают намаз и знают молитвы. Этому их с детства учат в центральной мечети, открытой в 90-х годах. Село находится на границе с Чувашией. Живут всего 200 человек и очень бережно относятся к своим корням. Все проповеди проходят на татарском языке. Также у нас проходит конкурс монаджатов. Это каждый год у нас происходит. И эти монаджаты – это причина того, что наша религия сохранилась и наш язык сохранился. Сегодня мечеть посетил и Марат Ахметов. Познакомился с детьми, которые занимаются чтением Корана. Многие удивились, когда Марат Ахметов решил посетить швейный цех. Он открылся на месте бывшей школы. И здесь работают всего 10 сельчан. Именно такие производства помогают сохранить село. А значит и родной язык. Шьем по 550 контейнеров. Если заказы у нас будут иногда и по 600. С марта мы работаем хорошо. У нас работы вообще не было. Члены комиссии побывали в Центральном парке Буинска. Здесь настоящая мозаика культур. Марату Ахметову показали постановку на пяти языках. Татарском, русском, чувашском, марийском и английском. Актеры занимаются в драматических кружках. Кружок ведется на родном чувашском языке. Я занимаюсь в кружке один год. Мы ставим спектакли на татарском языке. Нам очень нравится этот язык. Очень люблю татарский язык. Самых талантливых детей Марат Ахметов наградил на сцене Буинского драматического театра. Без шагулено траган эшу президентман стратегик. Сойлаган юазмаш юла. Уже на пленарном заседании за круглым столом обсудили вопросы сохранения и развития родных языков. В Буинском районе проживают татары, русские, марийцы и чуваши. Работает специальная воскресная школа, где дети получают знания на родном языке. Активно действуют в районе важнейшие институты гражданского общества, такие как местная организация Всемирного конгресса татар, Буинского муниципального района, Чувашский национальный культурный центр, отделение региональной общественной организации, русское национальное культурное объединение. Впитываясь в родной язык, дети должны как в семье, так и в детсаду. Здесь сейчас есть проблемы. В Татарстане есть две тысячи детских садов. Есть возможность учиться на русском, татарском, чувашском, удмуртском, марийском языках. Беспокоит тот факт, что только 56% родителей используют эту возможность. В сфере воспитания на родном языке еще много работы предстоит Буинскому, Зеленодольскому, Дрожановскому и Титюрскому районам. Например, в Дрожановском 45% детей ходят в татароязычные детские сады. А ведь речь идет о начальном образовании. Если в школах вы начинаете мероприятие с херликен, потом продолжаете на русском и заканчиваете словами саобалагаз, это уже не двуязычное национальное образование. Вы обманываете себя и нас в первую очередь. Поэтому возьмите это под контроль. В пример ставит Апасовский район. Здесь 95% татароязычных семей водят своих малышей в детсады с национальным воспитанием. Марат Ахметов потребовал обеспечивать полное погружение в языковую среду. Создание татароязычной среды в детских садах – одна из главных задач. Я бы попросила усилить внимание в райцентрах. Если раньше Минобрас основной акцент делал на школы, проводили там семинары, то с этого года упор будет на детские сады. Мы просим активно работать с воспитателями. Министерство будет тщательно следить за процессом обучения в детских садах и начальных классах. По итогам заседания Марат Ахметов поручил провести детальный анализ деятельности учреждения дошкольного образования. Сирина Сахапова, Олег Мыльников, ТНВ, Буинский район. Новое предложение от Акбарсбанка. Каждый открывший вклад в сентябре может получить ставку 20% на весь срок. Это станет возможным благодаря очередной акции банка. Все подробности в следующем сюжете. Принять участие в этой акции может любой желающий. Для этого до 30 сентября нужно оформить вклад в Акбарсбанке и ожидать результатов розыгрыша. Среди оформивших вклады в Акбарсбанке будут отобраны 20 победителей. Итоги мы подведем 5 октября. Победители получат повышенную процентную ставку 20% годовых на весь срок вклада. В акции участвуют вклады. Просто поймать момент ставка до 7,7 годовых. Просто накопить ставка до 7,3 годовых. Просто управлять ставка до 7,05 годовых. Уверенное будущее ставка до 8% годовых. Оформить вклад необходимо на срок 91, 181, 370 дней и на сумму от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. Открыть вклад можно в офисе банка, либо в приложении Акбарс онлайн. Подробную информацию можно узнать на сайте akbars.ru, либо в ближайшем отделении банка. Повышенные проценты по вкладу победителям акции выплачиваются в конце срока. Это были все новости к этому часу. До встречи. Продолжение следует... Снижайте скорость. В Республике Татарстан дан старт 10-му ежегодному открытому республиканскому телевизионному фестивалю творчества работающей молодежи. Наше время без нен заман. Условия участия на сайте bzzm.ru Бывают моменты, которые нельзя упускать. Откройте вклад до 1 октября в Акбарс банке и выиграйте повышенную ставку 20% годовых. Подробнее на akbars.ru Десятый ежегодный открытый республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время без нен заман». Зональные туры пройдут в городах. Альметьевск с 30 сентября по 1 октября. Нижникамск с 7 по 8 октября. Казань 14-15 октября. Галоконцерт 7 ноября. А ты участвуешь в фестивале «Наше время без нен заман». Здравствуйте. Студия Илья Андреев. И сейчас коротко о погоде. На большей части европейской территории России аномально холодный сентябрь. По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Бугульме, Бавлах-Ознакаево все та же картина. Дождливая погода и всего 11 градусов тепла в дневное время. И в набережных Челнах, Нижникамске и Лабуге аналогичная ситуация. Дожди продолжаются, а температура днем держится на отметке 12 градусов тепла. Облачная и дождливая погода в Агрызе, Менделеевске, Актаныши ночью около 7 градусов, днем максимум 12 градусов выше нуля. В Арске, Кукмаре, Балтасе небо затянуто облаками, ожидаются дожди местами сильные, днем 11 градусов и ветрено. В Болгаре, Дрожаном, Буинске сохраняется пасмурная погода. Дожди ночью плюс 7, в дневных слабые заморозки, днем около 12 градусов тепла. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыши пока без изменений пройдут дожди. Температура пониженная, днем около 11 градусов. В пятницу осадки прекратятся и в республику начнет поступать более теплый воздух. Банк Аверс помогает бизнесу адаптироваться к новым условиям внешнеэкономической деятельности и предлагает бесплатное открытие расчетного счета и сниженную комиссию на международные переводы в турецких лирах, китайских юанях и казахстанских тенге. Банк Аверс помогает бизнесу адаптироваться к новым условиям внешнеэкономической деятельности. Банк расширил возможности по валютному обслуживанию клиентов. В рамках акции «Выгодный ВЭД для бизнеса» Банк Аверс предлагает бесплатное открытие расчетного счета и сниженную комиссию на международные переводы. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. Когда болезни позвоночника атакуют, искажается работа мышц и осанка, ухудшается кровообращение, страдают внутренние органы, возможен даже паралич. Боль сообщает. Пора начать лечение в «Доктор Ост». С помощью новейших технологий «Доктор Ост» создает условия, когда грыжа сама исчезает без следа. Уходит боль и скована с движений «Доктор Ост». Лучшая клиника по лечению позвоночника. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 14 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В предстоящие сутки в столице республики ожидается облачная и дождливая погода. Ночью около 7 градусов тепла, днем 11 выше 0. Ветер западный, умеренный до сильного, атмосферное давление 754 мм тутного столба. Влажность воздуха 73%, магнитное поле Земли спокойное. При любой погоде пусть у вас на душе будет тепло и солнечно. Всего вам доброго и до новых встреч!